Наезд на пешехода произошел днем на проспекте Ленина. По словам водителя Рено, он увидел пожилого мужчину, неожиданно выбежавшего на нерегулируемый пешеходный переход. Судя по длине тормозного пути, автолюбитель все же нажал на тормоза, но было уже поздно. Пенсионер получил многочисленные ушибы и был госпитализирован в больницу номер 7. Вот здесь стоял Volkswagen, микроавтобус. А он, видимо, бежал на пазик. И я как бы ехал, но не сказать, что быстро, может 50-60 километров максимум. И он выскочил из-за этого микроавтобуса, ну и соответственно. Это далеко не первый случай, когда из-за небезызвестной фирмы, занимающейся перевозками, страдают не только пешеходы, но и пассажиры. Совсем недавно произошла трагедия, в которой погибла женщина. Установлено, что таксист, не убедившись в безопасности маневра, стал поворачивать налево. Навстречу двигался другой автомобиль. Произошло столкновение, в результате которого женщину из пассажирского салона Рено выбросило прямо на рельсы. От полученных травм она скончалась на месте. Это еще один несчастный случай. Произошло все год назад. Судом даже установлено, что виноват был водитель такси. Девушка чудом осталась жива, но эта авария полностью изменила ее жизнь. 24-летняя Анжела теперь прикована к инвалидному креслу. Родные и друзья борются с несчастьем вместе. Тогда вину самой фирмы такси доказать не удалось. Предприятие по документам являлось диспетчерской службой. Планов было много. Планов было много. Она же в институте училась. Вот как раз на такси она ехала. У подружки сидела. К дипломам готовились. Вот у нее осталось до защиты диплома 20 дней. И вот она после полдвенадцатого здесь в ночь, в этот вечер, ехала как раз домой. И вот маленька не доехала. Это далеко не единственный случай, происшедший по вине невнимательных водителей и таксистов. Казалось бы, они должны с большей осторожностью управлять транспортным средством. На них лежит ответственность за безопасность людей, пользующихся услугами автомобилей с шашечками. К несчастью, сотрудники ГИБДД сообщают, что все больше участников дорожного движения игнорируют правила, тем самым подвергая себя и своих пассажиров опасности. Проблемы-то есть. И многие водители, которые, в принципе, должны быть, наверное, примером для других участников дорожного движения, потому что они занимаются профессиональной перевозкой пассажиров, то есть отвечают за их безопасность, должны быть более тщательно соблюдать право дорожное движение. Они, к сожалению, это не делают. Иногда нарушают право дорожное движение, причем явно нарушают при других участах дорожных движений. И, к сожалению, показывают отрицательный пример для них. Представитель профсоюза Владимир Домрачев с прискорбием сообщает, что аварийность и травматизм с таксомоторами за последние два года увеличилась на 45%. Я скажу так, что никому эти аварии не нравятся. Они нас ставят в убытки. Конкретно водители, которые попадают в ДТП, это, разумеется, убыток. И самый главный вопрос, который бы интересовал телезрителей, он нас тоже интересует, это вопрос о причинах аварийности и травматизма при перевозке пассажиров в легковом такси. По мнению Владимира, основной причиной является законопроект о безопасности пассажиров, принятый государством. По понятным причинам он не распространяется на организации, занимающиеся нелегальным бизнесом. Поэтому отвечать приходится только водителю, участнику ДТП. Периодически в Государственной Думе России рассматривается вопрос о регулировании и легализации диспетчерских служб. Однако пока безрезультатно. Евгения Иванова, Ирина Черкова, Александр Котин, Александр Батраков. Служба новостей. Город.